Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Лисицын, и сегодня я хотел бы снова с вами вспомнить эпидемии, поменявшие судьбу человечества. А это была самая страшная эпидемия XX века. Она, наверное, оказала самое большое влияние на последующее поколение в генетическом плане. Следы остались у нас просто в геноме переболевших людей, погибло количество людей, сопоставимое с жертвами Первой и Второй мировой войн вместе взятых, и, возможно, даже больше, чем погибло в этих войнах. И удивительно, что при этом оно не повернуло судьбу мира только потому, что произошло в момент, когда и без того происходили судьбоносные события. Однако в истории человечества она ещё осталась последней эпидемией, в ходе которой боролись с эпидемией вслепую, последней неопознанной эпидемией, когда в ходе самой эпидемии люди не знали ни возбудителя этой болезни, не знали ни способов борьбы с этой болезнью, понятно, не зная возбудителя, не имея никаких средств понять, эпидемия всё-таки прошла по всему земному шару, но не вызвала коопса, не вызвала краха цивилизации. В общем-то, она была, если не остановлена, то сглажена. И хотя мы продолжаем страдать от этой болезни, больше таких кошмарных ситуаций, такого количества жертв и такого воздействия на общественное мнение, на человечество больше не было. Я говорю об эпидемии гриппа. Грипп, испанка, испанский грипп 1918 года. Мы привыкли к гриппу. Мы понимаем, каждый год болеют, делаются прививки. Прививки становятся всё эффективнее, но если раньше, допустим, прививка от гриппа помогала в 60%, давала 60% шанс не заболеть. Сейчас примерно 80%. Мы привыкли к гриппу как довольно, ну, серьёзной, но безобидной болезни. Грипп лечит. Хотя мы не умеем, так сказать, бороться напрямую с возбудителем гриппа. Если мы им заболели, мы можем свести к минимуму негативные последствия. Мы можем применить какие-то препараты, ну, которые позволят нам, самому организму, его иммунитету побороть грипп. Мы создали почти действующие вакцины на несколько разных видов возбудителей гриппа, на несколько разных серотипов. Мы почти готовы к тому, что рано или поздно будет создана достаточно универсальная вакцина, которая, скорее всего, поставит грипп, ну, в положение болезни побеждённой и остановленной. Трудно поверить, что чуть больше, на два года больше, чем сто лет назад, грипп казался проблемой, которую остановить невозможно. Грипп казался проблемой на фоне многомиллионных жертв людей, погибших в ходе Первой мировой, на фоне жертв начавшейся уже гражданской войны в России, и на фоне жертв выступлений тех или иных, значит, переворотов социальных и революций, которые шли в других странах, допустим, параллельно с Первой мировой и гражданской войной в России, значит, ещё отголоски мексиканской революции, неспокойно было и в других странах, на этом фоне всё равно эпидемия испанки прогремела как невероятное, так сказать, яростное заболевание, в своей острой форме убивавшее на третьи сутки после заражения. Недаром шутили, что испанку убивает за 48-72 часа, быстрее, чем врач успеет осмотреть, доехать до больного, осмотреть его. Тогда это сравнивали с легендарными формами чумы средневековой 14 века. Правда, уже тогда было ясно, что смертность и не в таких процентах, как от чумы. Большинство заболевших испанкой даже в 1918 году переболели ей с теми или иными тяжёлыми последствиями, но выздоровели. Смертность, по разным данным, составляла там в зависимости от состояния людей, от качества учёта здравоохранения от 3 до 8% от заболевших. Хотя в наше время, представьте себе, что умоёт каждый третий из заболевших. Это уже очень много и очень больно для медицины. Более того, процент заболевших к населению земного шара оценивается как 70%. То есть 70% людей, населяющих земной шар, переболели в той или иной форме гриппом в 1918 году. Из них примерно 3% по разным оценкам умерли либо от гриппа, либо от последствий. Убивал не сам грипп, убивали последствия сердечно-сосудистые заболевания, ослабление организма другими инфекциями. Рядом ходил, как обычно, никуда не девшийся спутник всех войн, ТИФ, обе формы, и сыпной ТИФ, и брюшной ТИФ, и все три точнее, и возвратный ТИФ. Никуда не делись пневмонии и так далее. Считается, что погибло порядка 50-70 миллионов человек. Некоторые считают, что до 100. Ну, это, будем считать, минимальная и максимальная цифра. Удивление вызывало то, что к этому времени стал ясно социальный характер большинства болезней, что бедняки, нищие классы, как тогда их называли, болеют больше, богачи болеют меньше, врачи дают лучшую медицинскую помощь в более развитых странах, в более-менее развитых странах медицинская помощь хуже. Испанка побила эти представления. В благополучных тогда, богатых и воевавших только за границей Соединенных Штатов, в Соединенных Штатах, находившихся на экономическом подъеме, наступали годы проспереди, процветания после Первой мировой войны, далеко было еще больше 10 лет до Великой депрессии, в благополучных Соединенных Штатов более полумиллиона жертв. Это только тех, кто непосредственно связан с заболеванием гриппом и кого удалось по медицинским показаниям. Еще примерно оценивают в ту же сумму порядка полмиллиона семьсот тысяч человек людей, которые умерли от последствий, переболев гриппом, они погибли от каких-то других заболеваний. Несчислимо количество еще людей, которые, значит, получили хронические заболевания, их срок жизни просто сократился. Если он не умер в эпидемии в 2018-2019 году, то такой человек прожил недолго, умер через 4-5-6 лет после эпидемии, ну, просто потому что срок жизни его сократился. В невоевавшей Испании, откуда, кстати, слово «испанка», сейчас я расскажу, почему так получилось, переболело 2 миллиона человек. Причем темпы эпидемии были такие, что на первых порах смертность превысила и 3%, и 8%. Допустим, в пик эпидемии в Барселоне в день умирало порядка 1500 человек, в день умирало. И это при том, что тогдашняя Барселона со всеми окрестностями, это не современный город-миллионник, а город с населением, если мне память не изменяет, 60 с чем-то тысяч человек. В воюющей же, допустим, Франции статистика жертв достаточно низкая. Хотя население из Норино, треть Франции оккупировано немцами, у нас идет Первая мировая война. Странные вещи творились в России. Медицинская статистика, конечно, представляете, каково было вести статистику уже в ходе идущей гражданской войны, но велась, допустим, по Москве, и по двум разным больницам показывает совершенно разные результаты. То ли врачи не могли правильно диагностировать, то ли действительно на севере Москвы эпидемиологическая обстановка район Сокольников одна, а на юге Москвы, это в районе Калужской заставы сейчас метро Октябрьская, эпидемиологическая обстановка другая, и смертность в несколько раз ниже. Непонятно. Это еще, конечно, требует дальнейших исследований, но так или иначе, по разным оценкам, Испанка унесла от полутора до трех миллионов жизней на территории бывшей Российской империи и, в общем-то, примерно на территории современной Российской Федерации. Ничего не понятно, что происходило в Китае. Китай – природный резерват инфекции, значит, вызывающий грипп. Там просто нет данных. У них в 2011 году случилась Синхайская революция. А тут уже хорошенько так делили власть, и единой статистики нет, кто же китайцев когда-то считал. Зато есть статистика по другим странам, и она показывает, что никак, в общем-то, не коррелирует ни степень благополучия, ни степень, так сказать, хорошо-плохо питаются, высокий и низкий уровень жизни, высокий и низкий уровень образования. А очень интересная статистика по некоторым странам Латинской Америки, когда в двух странах соседних, где примерно одинаковая ситуация, допустим, ну, примерно соседних, Гватемала и Сальвадор, процент жертв может отличаться в разы. Хотя, казалось бы, ни Гватемала, ни Сальвадор в тот момент сильно по образу жизни и состоянию медицины не отличались тогда. Да, они, в общем-то, не отличаются и сейчас. Что же это было за болезнь? Знали ли грипп до того? Да, конечно, знали. Грипп был описан, описан в конце 18-начале 19 века как заболевание. Медики его умели рассматривать. Долгое время он считался болезнью, значит, из группы простуд, что, в общем-то, достаточно справедливо. Одно из предпосылок получить грипп является всё-таки состояние ослабления организма вызвано какой-нибудь другой формой простуды. Вот, корреляция довольно чёткая. Это, так сказать, болезнь сезонная, болезнь слякотных сезонов. Долгое время, значит, она была английская, была шутка даже английских врачей. Эпидемия гриппа идёт на спад, читает врач, мужчина, розету. Его жена говорит, надеюсь, надеюсь, что это неверные сведения, потому что больные гриппом – это источник гонораров для медиков. Ничего страшного в ней не было. Более того, как показали современные исследования, этот же, значит, сиротип гриппа H1N1, мы все привыкли, что там у нас по гемоглутинной нейроминидазе H и N имеются номера, соответственно, есть разные штаммы и сиротипы вируса гриппа, то там, называем, гонконгский, сингапурский, вот, то один, то другой. Ещё на нашу беду существуют болезни, так сказать, там, птичий грипп, свиной грипп. Этот же самый штамм примерно такого же, то есть точно такого же сиротипа, примерно такой же, прошёл по Европе в 1899-1900 году. Было ли это какой-то ужасной эпидемией? Нет. Вошёл ли он в аналог медицины? Нет. Обратил ли он внимание всех на то, что вот идёт страшная напасть? Нет. Простуда как простуда, грипп как грипп. Возбудителя гриппа не знали, как-то особо им не интересовались. Открывали возбудители гораздо более страшных болезней. Основной проблемой медицины был поиск лекарств от туберкулёза и от сифилиса. От сифилиса перед Первой мировой войной успешно нашли. От туберкулёза, значит, до появления хороших антибиотиков всё-таки ещё плюс-минус. Но уже были большие... Гриппом не занимались. Он казался неинтересен. Никто не мог предположить, что у него есть резкая, острая форма, которая смертоносно за несколько... Развивается за несколько часов и смертоносно за несколько десятков часов, за пару-тройку суток. Потребовалась Первая мировая война. Я не буду сейчас рассказывать, почему она возникла, как она шла. Главное, что Первая мировая война вызвала огромное перемещение населения. Это даже не войны наполеоновских времён, когда солдаты Наполеона, ну, в самом худшем случае, могли из Испании пешком сходить до Москвы, помёрзнуть, и если повезёт, пешочком вернуться обратно. Это была, наверное, самая длинная пробежка. Или там каких-то колониальных солдат на кораблях отвезут в Индию, они там немножечко повоюют с оставшими индийскими профранцузско настроенными султанами и вернутся. Ну, или там ветераны ВТРО повоюют под Новым Орлеаном, параллельно шла война с Соединёнными Штатами, и тоже вернутся. Нет, перемещение людей в ходе Первой мировой войны не имели никаких аналогов до этого. Французы на полях сражений в Шампане воевали, бок о бок, с русским экспедиционным корпусом, который в обмен на военные материалы царское правительство прислало французам живых солдат, с колониальными войсками из Алжира, из Африки стрелками, вьетнамскими стрелками из Индокитая. На всех военных производствах работали просто миллионы, 5 миллионов в Соединённых Штатах, примерно полтора миллиона в России, около миллиона во Франции, китайцы, китайские кули, наёмные низкоплачиваемые рабочие. Десятки тысяч людей, европейцев, живших, допустим, в Южной Америке, немцы, из патриотических соображений в 2014 году рвались на родину воевать за фатерлянд. Вот англичане, значит, добровольцами вступали в армию Кичнера. Откуда этот плакат? Ты нужен мне? Значит, плакат с пальцем первоначальный, это как раз поиск добровольцев в английскую армию. Вот. Работали все пароходные компании, работали железнодорожные маршруты, перевозки людей масса. Питательная среда для эпидемии номер один. Вторая вещь – лишение самой военной жизни. Первая мировая война в большей своей продолжительности – это позиционная война. Сидят две огромные толпы людей напротив друг друга, в окопах, разделённых на взводы роты батальона дивизии. Иногда ротации отведут в тыл, дадут отдохнуть. Потом приводят обратно. Несколько дней в году бывают наступления, какие-то активные боевые действия. Всё остальное время – вот это самое на Западном фронте без перемен. Война снайперов, внезапные артобстрелы, постоянное чувство опасности, газовые атаки. И, в общем-то, никакой смены впечатлений. Даже Вторая мировая война была гораздо более активной. Войска то наступают, то отступают, то снова наступают. Берутся города. Здесь же линия фронта, замерзшая в 2014 году, плюс-минус отдельными толчками, продержалась на Западном фронте во Франции, в Европе до 1918 года. Четыре года напротив друг друга, с винтовками. Газы, пулемёты, вши, тиф – стандартные болезни. Огромный всплеск венеических болезней, надо сделать отдельный ролик. Огромный всплеск психических заболеваний, нервы, самоубийства, нервные срывы, что угодно. На этом фоне распространение ГАИПа, конечно, возможно. И тут любопытный момент. Официальная история, официальная медицина говорит, что впервые ГАИП, как неизвестная науке заболевания, но очень смертельная, был обнаружен в Испании в начале, в январе-февре, в апреле, ну, в апреле 1918 года. Публикации в испанских газетах, загадочная болезнь, на возбудитель не найден, не беспокойтесь, всё в порядке, ничего страшного, через 2-3 дня массовая смертность, не хватает физически, не хватает гробов, сотни умерших, потом тысячи умерших в день, и через какое-то время, где-то через месяц, эпидемия идёт на спад. Что это было, мы не знаем. Загадочный возбудитель. Это грипп, но грипп агрессивный, грипп неизвестный, неопределяемый наукой, нелечимый врачами. Почему Испания? Страна нейтральная, со свободной печатью, нет цензуры. Вот в чём ответ. Дело в том, что проявление этой болезни, проявление гриппа с его смертельной резкой острой фазой началось в госпиталях союзников ещё в октябре-ноябре 1917 года. Раненые, заболевшие, какой-то болезнью, допустим, тем же брюшным тифом, ни с того, ни с сего, резко поднимается до 39, там 39,5 температура. Человек несколько часов в горячном бреду, потом ему становится лучше, он принимает, ему дают жароутолительные препараты, потом опять вспышка, и дальше 2-3 вспышки, опять температура, и он либо умирает, либо остаётся жив через 7-8 дней, с ним более-менее всё в порядке. Болезнь непонятная. Считали, что это какая-то вот инфекция, сопутствующая тифу, и на всякий случай, чтобы не возникло паники среди населения, чтобы не возникло паники в войсках, начали говорить, что нет ничего страшного, никакой эпидемии нет, все сведения засекречены, что происходит, непонятно, даже как бы исследования не начинались. Ну да, это такая форма сыпного тифа. Нет, это, конечно, у него горячкое осложнение нагноения раны после ранения. Вы знаете, мы сделали ему операцию, он уже подшёл на поправку. Ну вот, понимаете, судьба взял и умер. И какое-то время эпидемию удалось скрыть на несколько месяцев. Таких важных месяцев. Октябрь, ноябрь 1917 года. Что в этот момент происходит в России, что в этот момент происходит, Америка уже деятельно вступает в войну, в мире происходит, очень много всего интересного на этом фоне, эпидемию не замечают. Дальше следующая вспышка. Где-то в начале, в январе-феврале 1918 года начинают болеть призывники армии США в ойяях. Ойяях подготовки новобранцев на территории Соединённых Штатов. Тут уже не спишешь на кив окопные болезни и последствия ранений. Это сытые и сытые Америки, сытые мордатые солдаты, которые лучшие из лучших в Европу в первое время призывали, так сказать, это считалось патриотично, это считалось модно. Шёл отбор. Не всех пускали на войну. Вот майора уже армии США, Дуайта и Зинхавера, не пустили на Первую мировую войну. Остался в Тулу, так сказать, а ведь будущий великий американский полководец Второй мировой войны. И солдат-призывников старались для отправки в войск Соединённых Штатов в Европу для войны во Франции. В войны с проклятыми гунами старались отбирать лучших из лучших. Здоровых из здоровых. Венерические болезни? Нет. Рахит, наследственные какие-то заболевания, жители там этих промышленных городов? Нет. В основном фермерские сынки, такие крепкие, сельскохозяйственные, развитые, кровь с молоком, заболевают и умирают. Горячка, заболевают, умирают. Зашевелились, начали думать. Непонятно. Больше всего начали решить на москитов. Дело в том, что к этому времени уже лет 20, как знали, что существуют вирусные болезни животных. Вирусные болезни растений. Вот русский изучённый, Дмитрий Иосифович Ивановский открыл возбудителя вируса табачной мозаики 1891 год. В 1899 году идут массовые открытия вирусов животных сначала. Первым был вирус, вызывающий болезнь скота, тот самый ящер-ящер поролонной прививки. А через какое-то время был открыт вирус жёлтой лихорадки. Вирус жёлтой лихорадки передаётся москитами-комарами. Это то, что очень сильно потрепало американские войска в панамериканскую войну и потом во время оккупации Кубы, когда на одного погибшего в боях американского солдата приходилось 20 солдат-умерщих от жёлтой лихорадки. Жёлтая лихорадка – это вирусная болезнь, остановившая первую попытку построить Панамский канал. И только когда открыли возбудителя жёлтой лихорадки, установили, что он переносится комарами, и начали целенаправленно уничтожать комара в джунглях Панамы, Никарагу и соседних стран, заливали нефтью и мазутом болота, чтобы личинки комаров не могли дышать, травили популяцию комаров всякими ядами. Только после этого строительство Панамского канала удалось возобновить. Строители перестали умирать. Возможно, это такая жёлтая лихорадка? Ну хорошо, ладно. Вот, допустим, на мексиканской границе у нас, ой, 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 по подготовке новобранцев. Там жёлтая лихорадка вещь нормальная, хотя эта штука не похожа на жёлтую лихорадку. Американские врачи уже знали, как выглядит жёлтая лихорадка. Они ещё не умели её толком лечить, но они точно видели, что эта болезнь не является жёлтым джеком. Нет, нет, это такая форма жёлтой лихорадки. Успокойтесь, ничего не происходит, говорят политики. Всё нормально, но поболеет. Ну да, бог дал, бог взял, кто-то поболеет. Смертность пока небольшая, умирает полпроцента от заболевших. Никакой жёлтой лихорадки нет. Ну, говорят, ну какая жёлтая лихорадка на канадской границе? Вот у нас, ой, 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 для новобранцев в Вайоминге, где отродясь никогда ничего подобного. Вообще-то у нас зима, москиты в Вайоминге не летают, тогда не летают, я не знаю, как сейчас климат изменился, тогда, в общем-то, реки замерзали, на территории Соединённых Штатов по гудзону на коньках катались. Как там сейчас в Нью-Йорке катаются на коньках? Боюсь, что только на специально оборудованных катках, как бы со льдом в гудзон реке. Не думаю, чтобы сейчас всё было хорошо в черте города Нью-Йорк. Где москиты, где жёлтая лихорадка? На всякий случай заболевших солдат в госпиталях окружили марлевыми палатками, чтобы никакой комар не мог, значит, подлететь. Лучше от этого не стало, но и хуже не стало, значит, лежат себе заболевшие, кто-то выздоравливает, кого-то хоронят, кто-то становится инвалидом, более-менее, как бы ничего. И тут, значит, сообщение в апреле из Испании. Загадочная болезнь. В Испанию повалили врачи и медики. Там нет военной цензуры, там нет военного положения, можно исследовать. И дальше наступает интереснейшая загадка. Вот для меня она, для историка достаточно интересна, наверное, понравится и вам. К этому времени знали вирусные болезни. Возбудитель еще не могли увидеть, еще не был забытен электронный микроскоп, первый вирус увидит электронный микроскоп, если мне память не изменяет, в 1936 году. Его даже еще не могли сконденсировать, то есть могли, но уже забыли об этом, этот способ был утрачен еще в 19 веке, чтобы посмотреть хотя бы кристаллическую форму вируса. Это переоткроют в 1933 году и переоткрывать и Стэнли получит Нобелевскую премию. Заслуженно совершенно. Но вирусы знали. Вирус это такой неведомый распространяющийся агент, как тогда считали, вирус отрава, фильтрующийся, то есть проходящий через те фильтры, которые отсаживают бактерии. Вот если у нас существует возбудитель, нам неизвестный, он проходит через фильтры, и при этом разбавленный, мы разводим воду в 10 раз, 100 раз, даже разбавленный опять способен разомножаться, вызывать заражение и опять получать такой же китр раствора заразный, то это вирусная болезнь. Для вирусных болезней понимали, тогда не было специфических лекарств, как и, кстати, еще не было для бактериальных, но понимали стратегию, понимали, что надо делать примерно, и все исследователи, медики, занимавшиеся испанкой в 18-м году, единогласно считали, почти единогласно, я, так сказать, отдельный, ну, на уровне высказывания предположений, ну, если это не это, то это, доказать не могу, но вот чую, это отметалось, искали микроб, искали бактерию, бациллу, возбудителя испанки, возбудителя гриппа, поэтому, самое страшное, что вирус гриппа был открыт в 1904-м году, но его никто не смог тогда проассоциировать, потому что его открыли как вирус чумы кур, дело в том, что вирусная болезнь грипп в природе существует, как болезнь в основном водоплавающих птиц, в основном уток, в Китае, в провинции Гуаньдун, огромные болота, там живут огромные популяции уток, среди этих уток ходит столетиями, тысячелетиями, как минимум с ледникового периода, если не раньше, возбудитель болезни, которая вызывает смертность среди кур. Если как-то это попадает возбудитель в людей, начинается эпидемия гриппа. Мы и птицы болеем одним и тем же. Открытый как вирус чумы кур и убивавший быстро чума это не смысле чума бактерия, чума это тогда значит это заразил животное подергалось подергалось и умерло быстро. Это был тот самый вирус гриппа, тот самый вирус испанки. Но никто не проассоциировал, никто не догадался. И даже 20-е годы не догадаются, догадаются в начале 30-х годов, что это было одно и то же. Прошло 12 лет после эпидемии, когда ученые смогли определить и доказать, что же это было. Там, где наука бессильна, там, где не получается методами научных исследований, начались народные методы лечения. Некоторые из этих методов оказались достаточно действенными. Например, в Америке заметили, что больше всего заболевают гриппом дети-воспитанники сиротских домов и школьники, когда меняются посудой при умывании и чистке зубов. Тогда считалось нормальным, что у нескольких детей одна на всех зубная щетка и кружечка, из которой получит рот. Введение личных собственных зубных щеток и собственных кружек снизило заболеваемость среди школьников. Ага! Смекнули. Почему я вам сейчас буду больше всего рассказать про Америку? Не потому, что в других странах были тупые, недогадливые и так далее. Нет, просто американцы составили очень много статистики. Чего любят американцы? Это статистику. У них как только начинается болезнь, они тут же начинают собирать статистические данные. Это иногда бывает довольно смешно. Например, сравнение, что по каким-то венерическим болезням женщина предпочитает платье того или иного цвета и более или меньше шансов, что она заразится венерической болезнью. Типа зеленое платье больше всего предохраняют от венерических болезней, зато красное платье повышает риск получить венерическую болезнь. Дело не в платье, конечно, а в половом поведении, в вероятности в обществе, так сказать, носителей болезней, контрацепции, там, десятки других случаев. Какого цвета платья это вопрос моды, но статистика это сохранила и можно делать выводы. Вот так и по школьникам, кружкам и зубным щеткам. Вторая вещь. Общественные кружки. Люди пьют заодно и той же кружки, а тут, правда, слизь, возбудитель рыбы передается, и вся Америка перешла на питьевые фонтанчики. Может быть, вы их раньше видели, иногда стояли такие фонтанчики с бесплатной водой до появления пластиковых и бумажных одноразовых стаканчиков, где просто бьет вода. Из него можно попить наклонившись, но ты при этом не контактируешь с трубкой краном, откуда течет вода, и как бы не заражаешь воду. Вот эти одноразовые фонтанчики резко сократили заболеваемость, особенно среди рабочих на заводах, на заводах литейных, на заводах металлургических, где горячие температуры, люди то и дело бегали пить к баку с кружкой и заболевали, а бегая к фонтанчику заболевают меньше. Через какое-то время появился народный способ, вирус присутствует в эпителии в слезистых оболочках, в клетках слезистых оболочек. Если эти клетки как-то химическим путем устранить, то есть шанс, что продуктивная вирусная инфекция закончится быстрее. Не говорю, что гарантированно, говорю, что закончится быстрее. Сода, полоскание с содой. Вам, наверное, когда-нибудь приходилось болеть, и бабушка говорила, ты с содой пополощи или молочка с содой попей. Самый большой ужас моего детства личного это теплое молоко, боржоми, мед и сода. Все вместе. Народное противовирусное противогрепозное средство. А ведь помогало. Чуть-чуть сжигая слизистую, полоскание соды, особенно регулярно высушивая слизистые оболочки носоглотки и снижало риск заразиться грипом и снижало последствия, если заразился. Дошло до максимума народная мудрость, ага, если высушить, подсушить слизистые оболочки, чем радикально подсушить? солдаты на фронте, западный фронт, ремарк, то и товарищи на западном фронте без перемен, ядовитым газом, хлором, берется боевой сосуд с отравляющим веществом боевым, хлором, он тяжелее воздуха, солдаты в ямку напускали газа из баллона, отравляющего газ, после этого под контролем двух других солдат, потенциальный больной или желающий провести себе профилактику, начинал очень осторожно дышать хлором. Хлор удушающий газ, это не отрава, он накапливается, он отравляет человека медленно, поэтому несколько вдохов не вредят здоровью сильно, но зато сжигают слизистые носородки. Сжигая слизистые носородки, мы получаем то, что шанс заразиться гриппом или, так сказать, для солдата многократно снижается, теперь он точно не заболеет и не помоет. Ну, с большой степенью вероятности, не заболеет и не помоет. Боевым отравляющим вещество. Понятно, внедрить такие методы в медицину врачам было исковано. Заставь пациента дышать хлором, в газовой камере не поймут. Тогда начали смазывать йодом, растворем люголя подсушивающими растворами начали на ватном тампоне смазывать глотку. Стало помогать. Пика эпидемии достигла к лету 2018 года. Потом резко пошла на спад всего 2-3 месяца. Следующий третий пик смертельный был в конце 2018-го начале 2019-го года. Этот пик был вызван демобилизацией солдат. Нью-Йоркская эпидемия рипа. Опять американцы, не потому я и говорю, что это самое, а потому что я говорю, у них статистика хорошая. Даже проследили. На военном транспорте, ирония судьбы, что этот военный транспорт был когда-то немецким, достался американцам, значит, когда Америка вступила в войну, он стоял интернированный в американском порту в Нью-Йорке. Вот. На военном транспорте возвращались демобилизованные солдаты. Это был конец ноября 1918 года. Первая партия, одна из первых партий демобилизованных солдат-героев возвращается в Европу. На транспорте возникла эпидемия. Возникла эпидемия гриппа, и пока он шел, на нем было около 3000 человек, был крупный пароход, умерло где-то порядка 50-70, и было 300 заболевших. Мэр Нью-Йорка обещал торжественный парад. Торжественный парад вернувшимся. Да, транспорт назывался, тоже ирония судьбы, бывший немецкий транспорт назывался фон Штойбен, в честь немецкого военного, одного из основателей армии США, когда у них была война за независимость с англичанами американцев. Образование США, Джордж Вашингтон и все такое. Мэр Нью-Йорка сказал, что парад отменить нельзя. Собрались тысячи миллионов зрителей, они хотят увидеть прошедших строем солдат победителей, солдат вернувшихся с фронта. Да и солдаты начнут все крушить и буянить, если мне дать торжественный обед, торжественный парад. Торжественный парад состоялся, конечно, среди солдат целовавшихся и обнимавшихся столпой было достаточное количество носителей и вспыхивает третья эпидемия четко с Нью-Йоркского порта, потом с других портов, куда пребывали демобилизованные солдаты, третья волна эпидемии испанки. Она не была уже столь быстротечной, не три дня до смерти, а примерно пять, не была столь смертоносной, зато давала огромное количество осложнений. Пик смерти от инфарктов, от сидерочно-сосудистых заболеваний, особенно среди детей, детей до шести лет и пожилых людей старше пятидесяти. пришелся именно на этот третий пик эпидемии. Привезли ее молодые солдаты с полей сражений. Даже четко видно скорость распространения эпидемии, четко коррелировала с движением поездов с дембелями по территории Соединенных Штатов. Примерно то же самое случилось и в России. Третья волна испанки, самая сильная, у нас она была самая сильная, захлестнула страну в конце 18-го, начале 19-го года, на фоне тогда уже сверебствующей эпидемии сыпного и брюшного тифа. От испанки, судя по всему, умер Свердлов из руководителя большевиков, от испанки умерло несколько видных деятелей белого движения, никто не был застрахован. Именно вот этой волны испанка или осложнение после нее в виде пневмонии подкосили деятельность, подкосили многих деятелей культуры, считающихся, в общем, то ли жертвами гражданской войны, то ли жертвами эпидемии. И вот из полутора-трех миллионов человек, умерших в России во время эпидемии испанки, больше 50% приходится вот на этот третий российский пик. И она так постепенно затухая, распространялась в Среднюю Азию, третья волна прошлась по Турции, где в этот момент, значит, началась после Первой мировой войны еще война с греками, по Балканам, в Африку ушла, в Индию и вернулась в Китай. Как же она появилась в Европе? Ну, тут уже я примерно заказываю, современные исследователи очень много положили сил на то, чтобы понять динамику эпидемии испанки, это отдельная очень интересная тема, как она появилась. И есть две версии. Основная версия, что предшественники эпидемии в китайских рабочих кули попали на территорию запада Соединенных Штатов, это Калифорния, это Сан-Франциско, и попали на территорию Европы, в Южную Францию, это Марсель, это Тулон, это Южно-Французские районы, в обоих случаях ввозили китайских рабочих. Смертность среди китайских рабочих никого не интересовала, особо не учитывалась, и больших эпидемий среди них не было. Возможно, это были люди, у которых уже был некоторый иммунитет на этот штамм. Проблемы начались у тех, кто контактировал с ними. американские призывники с западного побережья, попавшие во все лагеря тренировочные на территории Соединенных Штатов. Причем четко, если в каком-то лагере не было непосредственно призывников из Калифорнии из Айрона, то в нем позднее возникала эпидемия испанки, уже за счет перемешивания солдат, движения офицеров и так далее. И рабочие на южных французских заводах, передали это и в Испанию через Пенея, в испанце делали французские военные заказы, передали это французам и оно полыхнуло на территории Испании. Это одна версия. Во всем виноваты китайские рабочие, которых завозили, потому что свои рабочие призваны на фронт. Вторая версия, еще более интересная, она считается альтернативной, ее поддерживают биологи многие изучающие грипп считают, что она более правильная, а историки считают, что она плохо бьется с датами и цифрами. Мы не можем сейчас судить, какая из этих версий верна. Вторая версия такая. Произошла мутация. Произошла мутация на территории Испании. Предгрипповые другие формы обычного гриппа промутировали, вирус гриппа прекрасно мутирует, монархат изменяется, на территории Испании, причем не у людей, а среди выращиваемых испанцами на корм, на продажу во Францию домашней птицы, конкретно индюков. Индюшек и индюков испанцы начали выращивать именно в 17-м году. Они делали это в 15-м, они делали это в 16-м, но это были куры, это были другие птицы. А тут в апреле 1917 года вступила в войну Соединенные Штаты, на территорию Франции, как последняя надежда Франции выиграть Первую мировую войну, вернуть себе Эльзаса в Таинье, стали прибывать американские солдаты, а у американцев праздник в 17-м году День Благодарения. Когда они едят индюшек? Не везти же индюшек из США. Можно заказать выращивание индюков в Испании. И вот испанские индюки с промутировавшим гриппом попадают на обед к американским солдатам. Причем даже вплоть до того, что даже американские солдаты-отпускники, которых временно из-за логерей учебных, еще не попавшие на фронт, еще американцы массово не воюют, они только тренируются воевать, но ездят в отпуск на территории Испании, в невоюющую страну, где нет карточек, где нет полицейского контроля, где есть виной доступной женщины, а в Америке сухой закон, во Франции ограничение на продажу вина, потому что война, а в Испании никаких ограничений на продажу спиртных напитков, там есть ограничение на продажу табака, но у американцев есть табак, американцы меняют у испанских фермеров табак на вино, сдачу берут индюшками, едят этих индейок и заражаются. Вот такой вот альтернативно биологический взгляд на проблему. Возможно, контрабанда табака в Испанию, вина во Францию американскими солдатами, которые, значит, очень хотят вина, потому что у них сухой закон, сработало в этом так, что погибло 100 миллионов человек. Тут мне задали вопрос, и я сразу его вставляю в запись, чтобы они это самое. В Испании было государственное монополие на торговлю табаком. табак облагался акцизами и стоил очень дорого. В Испании 1917 года до испанской революции, до Франка табак был государственной монополией, и контрабанда табака в Испанию была очень выгодным делом. Там не было запрета на курение, просто дешевый французский табак, который привозили американские отпускники, и американский табак стоил дешевле, и, конечно, его можно было поменять на вино. Контрабанда. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok